Добрый день! Приветствую вас на нашем прямом эфире на канале лечения с помощью приборов SmartLive. С вами Олеся Халецкая и сегодня мы поговорим на очень важную тему, на тему фибромиом, миом и женских заболеваний. Почему возникла именно эта тема? На самом деле эта тема достаточно актуальна для каждой женщины, у которой есть соответственно женские органы. Что касается того, как вообще с помощью каких методов можно излечить женские заболевания, в том числе фибромиом, миом, матки и так далее, мы сегодня и будем говорить. Что касается того, как сделать это абсолютно безопасно, без оперативных вмешательств, без химиотерапии, антибиотикотерапии и так далее. Как сделать это абсолютно легко и просто для себя, не используя при этом никаких неприятных манипуляций, неприятных каких-то совершенно вещей. И да, вот об этом всё мы будем сегодня в этом прямом эфире говорить, потому что женские болезни интересны как минимум половине нашего человечества, прекрасной половине человечества. И тема сегодняшнего нашего выступления именно об этом. Итак, перед тем, как мы начнём, хочу несколько слов рассказать о себе. Меня зовут Олеся Халецкая, я являюсь руководителем оздоровительного центра в городе Львове. Центр Smart Life существует с 2012 года, является первым центром, который был в нашей сети центров Smart Life в Украине и за границей. Что касается того, как работает наша сеть инновационных центров, сеть центров инновационной медицины Smart Life, мы сегодня тоже немножко вам раскроем наши методы работы. Вот, соответственно, какие результаты мы получаем, также сегодня об этом поговорим. Именно в контексте женских заболеваний. Что касается того, также я являюсь соочредителем компании Smart Life System, являюсь заместителем генерального директора. Соответственно, компания Smart Life занимается производством и дистрибуцией вот таких вот замечательных приборов частотной резонансной терапии Smart Life. Почему именно Smart Life? Потому что Smart Life это умная жизнь. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была с умом, если вы хотите, чтобы ваше здоровье было всегда под вашим контролем и контролем специалистов соответствующих, то, конечно же, используйте для лечения частотно-резонансные приборы Smart Life и обращайтесь в нашу сеть центров инновационной медицины Smart Life. Итак, вернемся к нашей сегодняшней теме. Это женские заболевания, а именно фибромиомы и миомы матки. Что же такое фибромы, фибромиомы матки? Это доброкачественные опухоли, которые появляются в мышечных волоконах матки и растут в разных ее частях, что приводит к образованию, соответственно, фибром и фибромиом. Вот у некоторых людей, наверное, возникнет вопрос, что, ну, конечно, проблема возникающая часто, но, наверное, не у всех, да? То на сегодняшний день гинекологи отмечают, что от 12 до 25% всех заболеваний гинекологических преподают именно на вот эти доброкачественные опухоли, такие как фибромы и фибромиомы. Также отмечают, что у женщин после 40 лет практически 87% болеют уже какими-то фибромами и фибромиомами, но только 30-35% знают о своих заболеваниях, потому что у них есть соответствующие симптомы. Остальные, к сожалению, не знают, но если будут обращаться к гинекологу, могут узнать о том, что у них также есть уже какие-то проявления таких заболеваний. Какие же причины выделяет традиционная медицина именно в том, что у нас появляются вот такие фибромиомы, миомы матки и так далее? Ну, во-первых, это генетическая склонность, да? Это та причина, которая есть, конечно, у многих, но не у всех, потому что они все даже знают о том, какие заболевания были у их родителей, бабушек и прабабушек. Поэтому, конечно, не всегда можно по генетической склонности уже судить. Также это наличие абортов в анамнезе. Ну, тут, по-моему, все достаточно понятно. Если это были какие-то вмешательства в тело женщины, то понятно, что после любой операции у нас остаются рубцы, у нас остается дисбаланс, да? В организме, да? Даже после любых операций всегда доктор выписывает курс антибиотикотерапии. Почему? Потому что это обезвредит фактически доктора от того, что вы во время вот этих непосредственно оперативных вмешательств в ваш организм заразились какими-то бактериями, такими как стриптококс, стопилококс, ну или какими-то другими бактериями, на которые действуют, соответственно, антибиотики. Антибиотики уже после этого курса терапии антибиотиками непосредственно будут влиять на ваш организм также. Поэтому наличие абортов оперативных – это одно. Также наличие медикаментозных абортов тоже не избавляет нас от возможности в дальнейшем заболеть такими фибромиомами и мемомами. Почему? Потому что именно медикаментозные аборты, они сильно влияют на нашу гормональную систему, на эндокринную систему, делают взрыв фактически гормональный, который отторгает ребенка, да? Соответственно, это тоже небезопасно. Следующими причинами, вот уже мы непосредственно подошли к проблемам, которые являются ключевыми, да, это гормональные нарушения, это заболевания репродуктивных органов и это, конечно, заболевания эндокринной системы. Ну, гормональные нарушения и эндокринная система, я бы их как бы в одну группу поместила, потому что все-таки это близко очень, да? Если у нас гормональный дисбаланс, это уже говорит о том, что у нас уже есть какие-то проблемы в эндокринной системе и наоборот. Соответственно, также заболевания репродуктивной системы. Откуда берутся эти заболевания, дорогие мои? Как вы считаете? Ну, безусловно, можно говорить об экологии, о качестве нашего питания, о том, что мы постоянно пьем не такую воду, едим не такую пищу, но, конечно, безусловно, на нас влияет также очень сильно, то, что мы принимаем в качестве непосредственно лечения. Почему? Потому что, если мы разберемся, то многие, многие, наверное, все 100% таблетки, антибиотики и так далее, влияют на наш организм, и они влияют пагубно на органы-фильтры, соответственно, на нашу делительную систему, и вследствие влияют плохо и на другие органы. Страдают в основном те органы, которые находятся в непосредственной близости и в непосредственной, скажем так, близости по функциям. Если у нас выделительный орган – это сочеводельная система, то, соответственно, репродуктивная система находится в непосредственной близости и имеет какие-то даже функции плюс-минус суммешние, сопоставимые. Что касается симптомов заболевания, какие же симптомы характерны при таком заболевании? Мы уже сегодня говорили, что только 30-35% женщин имеют симптомы и обращаются. У кого-то проходит эта болезнь полностью бессимптомно. Уже появилась доброкачественная опухоль, она уже растет, она уже находится в матке, но женщина об этом вообще не знает ни сном, ни духом. Соответственно, если же женщина знает, то у нее присутствуют также и другие симптомы. Какие это симптомы? В первую очередь, это возможные кровотечения. Например, месячные становятся более обильными. Тяжело это отследить, я вам скажу, потому что не все знают, какие должны быть месячные, не все знают, какие для них нормальные месячные, потому что уже эти проблемы помолодели, и уже месячные не всегда такие, как должны быть даже у молодых девушек. Они могут быть более обильными. Также это боли внизу живота, это боли при месячных, это также есть те симптомы, которые показывают, что не все нормально. Но на сегодняшний день мы включаем рекламу, смотрим, нам говорят, что все нормально, если у вас боли при месячных, примите какую-то таблетку обезболивающую, и все будет замечательно. На самом деле, это не совсем так. Наши доктора сети центров Smart Life говорят о том, что если у вас боли при месячных, это говорит о том, что у вас уже есть возможность каких-то заболеваний. Уже нужно обратить на это внимание. Но обратить внимание правильно, чтобы не навредить в первую очередь себе, своему организму. Какие же должны быть месячные в норме? Во-первых, они должны быть максимум 3-4 дня, до 4 дней. Только в начале выделения могут быть обильными, последние 2 дня практически уже не должно быть никаких выделений. Что касается того, если это не так происходит, это уже нужно лечить. У нас был такой доктор, который работал в нашем центре в 2012-2013 году, потом он выехал в Польшу, и, соответственно, там занимается лечебной практикой. И он говорил мне очень строго всегда, что если у тебя боль при месячных, это говорит о том, что у тебя уже не все нормально. Я это запомнила на всю жизнь. И могу сказать, что после лечения у этого доктора с помощью приборов частотно-резонансной терапии, ну, буквально через несколько месяцев, я вообще забыла, что такое боль при месячных. Я узнала о том, что на самом деле, это нормально, когда месячные идут несколько дней, и очень немного выделений, и при этом, скажем так, ты вообще их не чувствуешь, ты уже видишь, что что-то началось, что кровь начинает идти, когда уже кровь непосредственно идет, а не когда у тебя тут уже болит, тут тянет, тут еще колет, тут еще что-то. Такого быть не должно. И это возможно. Хотя у меня были ужасные боли. В институте я уходила из пар, потому что я не могла просто досидеть до конца, мне нужно было бежать, покупать какую-то таблетку, что-то делать, полежать хотя бы полчаса, да. Но благодаря вот тому, что на приборе SmartyLife есть программа в разделе наборы, да, наборы терапевтических программ, вот, есть замечательная программа регуляция женской мочеполовой системы, мы ее запускаем 40 минут, уже боль уходит. А если ставить эту программу регулярно, то мы забудем об этой проблеме даже без других программ, даже без каких-то, ну, лечебных, скажем так, курсов, да, потому что даже эта программа имеет возможность избавить вас от этой проблемы. Итак, идем дальше. Это боль внизу живота, это нарушение в работе органов малого таза. Мы уже говорили сегодня о том, что это могут быть проблемы с другими органами, например, мочеиспускательными, да, мочеиспускательный канал. Соответственно, могут быть давления, когда такая боль, тяжесть, давление во время мочеиспускания, да, соответственно, все это симптомы, которые говорят о том, что, возможно, уже появилось в вашем теле кое-что новое, а именно эта новая доброкачественная опухоль, которая может называться фибромиомой, может называться миомой, фибромой и так далее. Вообще фиброма – это небезопасная болезнь. Вообще вот миомы, фибромы – это небезопасная болезнь. Это болезнь, которая может вас привести в дальнейшем к саркоме матки. Конечно же, это произойдет не у всех, только у некоторого процента женщин, да, ну, которым особенно не повезет, но, тем не менее, такое может быть, и статистика официально говорит о том, что да, такое бывает. Как же лечится фиброма, фибромиома и миома матки в традиционной медицине? В традиционной медицине, если вот вы спросите, можно ли лечить ее медикаментозно, вам ответят однозначно, что нет метода лечения медикаментозно. Есть только один метод лечения – это операция. Операция именно по удалению фибромы, именно по удалению того участка, где эта опухоль образовалась. Если это опухоль от 2 см. Если же это опухоль более 12 см, тогда уже ставят предположение, и если вы уже рожали ребенка, тогда ставят предположение о том, что вы удалили матку полностью. Ну, я буквально в двух словах вкратце расскажу, что любая операция является проблемой для организма. И проблема тут не только в наркозе, не только в том, что вы можете там, что это воздействие на непосредственно весь организм, но эта проблема и также в том, как мы уже вначале говорили, что после любого оперативного вмешательства вы будете получать курс антибиотиков. Нужно смотреть на состояние организма, как ваш организм будет на это реагировать. Плюс, после любой операции вы, ну, соответственно, почему не рекомендуют, если женщина еще собирается беременеть, да, почему не рекомендуют операцию? Потому что после операции, после оперативного вмешательства, когда что-то удалили, соответственно, ткань начинает сращиваться, да, начинает срастаться. И на этом месте могут образовываться спайки, могут образовываться такие места, где ткань, ну, рубцы их еще можно называть, да. Соответственно, вот эти рубцы могут мешать в дальнейшем забеременеть, могут мешать в дальнейшем что-то, ну, как бы, еще на что-то влиять, да. Как бы всегда это влияет на наш организм и всегда это небезопасно, неприятно и так далее. Но это еще не самое худшее. Сейчас расскажу вам о том, как лечат миомы и фибромы в США. В США, если 100% американок после 40 лет, которые имеют медицинскую страховку и не планируют больше детей, то у 37% уже нет матки. Ну, я когда прочитала эту статистику, я просто была шокирована, потому что, ну, вы понимаете, что такое для женщины матка, да. Это очень важный орган. Это орган, который отвечает за рождение детей. Это фактически один из главных репродуктивных органов у женщины. И удалить матку, удалить яичники, удалить маточные трубы, это все из одного, скажем так, одного поля ягода, да. Все это говорит даже на таком психологическом, духовном психологическом плане, да, что эта женщина уже не является до конца полноценной, что эта женщина уже не является такой, как она была раньше, как она была, да, и так далее, да. И, конечно же, эти психологические тоже моменты могут быть. Но вот мы не поговорили о психологических причинах, почему еще какие есть причины именно возникновения фибромиом и миом. Самая интересная причина – это то, что иногда, очень часто, да, к фибромиомам и миомам приводит то, что женщина является сексуально неудовлетворенной, что у нее отсутствует половая жизнь, ну, и также отсутствует оргазм. Да, именно это приводит к неудовлетворению собой, собой как женщины, не получению гормонов, эндорфинов, недостаточному получению эндорфинов именно от сексуальной жизни. И это, как следствие, приводит к тому, что мы начинаем болеть. И начинаем болеть различными заболеваниями. Среди них 25%, как мы вначале говорили, это вот эти доброкачественные опухоли. Но это, как я говорила, если это еще не самое худшее, то сейчас перейдем к самому худшему. Если вы даже сделали операцию и удалили, ну, не дай бог, конечно, матку или же часть вот этого, доброкачественную опухоль, это еще не гарантирует вам, что она не появится у вас снова. Как показывает практика, как показывает статистика, 44% женщин после 40, через 7 лет после операции, возвращаются обратно, потому что у них рецидив. В среднем такой показатель составляет 20%, да, 20% это в среднем, максимальный процент это женщины после 40, после 7 лет, после операции на удаление фибромы, соответственно, приходят потом еще раз ее удалять. Или удалять что-то другое, да. Ну, конечно, если матка уже удалена, то, наверное, уже будут что-то другое удалять. Соответственно, статистика на самом деле печальная. И говорит она о том, что оперативное вмешательство не является никакой гарантией здоровья, никаким залогом здоровья и никаким залогом дальнейшего того, что это у вас не повторится. Но выход есть. И этот выход – это приборочастотной резонансной терапии. Я, как руководитель оздоровительного центра и как человек, который использует прибор Smart Life для своего лечения, ну, у меня не было такого заболевания, да. Я еще на начальной стадии уже определилась, что мне нужно подлечиться, чтобы месячные были в норме, чтобы ничего не болело. Поэтому я использовала прибор фактически для профилактики. Но у нас есть пациенты, которые использовали его также и для лечения. Для лечения фибромы, для лечения миомы, для лечения вот таких вот доброкачественных опухолей. И всегда это лечение приводило к положительным результатам. Не всегда, не 100%, конечно же, полностью избавлялись от фибромиомы, и фибромы, и миомы, да. Но всегда она уменьшалась в размерах, становилась меньше в размерах, и они начинали жить более качественной жизнью. Как работает прибор частотной резонансной терапии? Все очень просто. Достаточно просто включить на кнопку, выбрать нужную программу кнопками вверх-вниз и запустить программу, да. Соответственно, доктор на обследование, во время обследования укажет вам причину, в чем причина вашего заболевания. Как попасть в сеть центров инновационной медицины Smart Life, вы можете увидеть также у нас на странице, есть об этом информация, как записаться к нам на прием. Какие мы видим основные проблемы и основные причины, почему возникают вот эти фибромы, фибромиомы, и как мы их убираем? Что мы делаем дальше? Ну, во-первых, на приборе нужно поставить все программы, которые имеют соответствующее название. Например, фиброма, миома матки доброкачественной опухоли, миома общая, нарушение органов малого таза, воспаление, воспалительные заболевания H.C. Все эти программы находятся у нас в разделе антипаразитарные, в разделе гинекология и мамология. Также есть замечательные программы, которые непосредственно влияют на сам орган, на матку. Они находятся в разделе терапевтические программы, гинекология, мамология, или же в разделе, где просто все органы перечислены. Но мы не только влияем на непосредственно саму фибромиому, мы влияем также и на ее причины. Причины могут быть совершенно разные. от банальных триматодов, которые поселяются и которые мешают, и можно поставить также программу на триматоды, также до различных простейших, которые у нас в мочеполовой системе также присутствуют, практически ничем не лечатся, переходят в стадию, когда уже мазки их не показывают в стадии такой длинной ремиссии, когда их уже не видно, но тем не менее они в скрытом состоянии продолжают себе спокойно жить и мешать нашему организму. Мы всех этих патогенов можем с помощью прибора, с помощью раздела антипаразитарной программы уничтожить, набрав их соответственно по их названию, по их имени. Это могут быть хламидии, это могут быть трихомонады, это могут быть уреоплазмы, микоплазмы и так далее. Все, что у вас было когда-то, если вдруг оно перешло в скрытую стадию, все это можно долечить с помощью приборов частотной резонансной терапии в разделе антипаразитарной программы можно выбрать соответствующие наборы. Сколько длится такое лечение? Длится оно индивидуально в зависимости от того, какая у вас стадия заболевания, какая у вас фиброма, какая фибромиома, какая причина этого заболевания, насколько глубоко уже эта причина зашла, сколько еще органов она затронула, на что еще влияет, потому что беда одна не ходит, всегда она идет в паре еще с какими-то проблемами. И, как правило, мы, начиная лечение одного органа, добавляем также и другие программы для того, чтобы улучшить всю систему, гармонизировать все полностью, привести организм в состояние гомеостаза. Соответственно, такое лечение вам, вот набор программ будет составлять непосредственно доктор, который будет вести ваше лечение, к которому вы сможете обратиться также в сети центров инновационной медицины Smart Life. Все лечение у нас полностью с помощью приборов частотно-резонансной терапии полностью безопасно, потому что прибор влияет на наш организм как снайперская винтовка с помощью электромагнитных волн, попадая в резонанс с нашими органами и системами и как камертон, настраивая наш организм на нужную частоту, помогая ему вспомнить или же если это антипаразитарная программа с большей интенсивностью разрывает просто этого патогена и скажем так помогаем потом программами детоксикации вывести этот патоген с нашего организма. Как работают приборы, презентацию самого прибора вы можете увидеть у нас на сайте или же на нашей странице в фейсбуке, там очень много есть информации об этом. Скажу, что SmartySystem имеет также очень качественную систему сопровождения если у вас даже нет возможности прийти в наш оздоровительный центр вы всегда можете прислать нам по электронной почте свои результаты анализов свои традиционные заключения которые вам дали врачи непосредственно в ваших поликлиниках или больницах и для вас будет составлен индивидуальный набор программ по вашей симптоматике по вашему заболеванию а теперь в конце хочу рассказать немножко о самом результате у нас была пациентка во Львове которая обратилась именно с фибромой фиброма уже была на 12 недель достаточно большая и после прохождения курса лечения на протяжении ну там было больше полгода полгода это как минимум где-то месяцев 7-8 она проходила лечение на УЗД было подтверждено что фиброма уменьшилась и стала ну уже там до 2 сантиметров да уже как бы даже если раньше ей предлагали только операцию только оперативное вмешательство и удаление этой фибромы но пока матку еще говорили не удалять то после лечения уже как бы необходимость в операции ушла да соответственно так же можно лечить и другие заболевания и все заболевания которые касаются мочеполовой системы в приборе смарт-лайфе из более 5000 программ можно ознакомиться с перечнем программ найти то что интересует конкретно вас и получить свой конкретный результат все результаты наших пациентов ну не все может просто много результатов наших пациентов можно увидеть в видео отзывах которые также есть на наших официальных страницах в фейсбуке в инстаграме в ютубе на нашем сайте smartysystem.com пожалуйста заходите знакомьтесь узнавайте новое обращайтесь к нам по нашим контактам мы всегда будем рады ответить на все вопросы с вами была Алиса Калецкая до скорых встреч и пока